Выслушайте SBS Russian Добрый день, с вами радио SBS на русском языке. В прямом эфире Оксана Исичук. Сегодня понедельник, 2 сентября, и коротко к новостям, к этому часу. Восточный побережье готовится к тяжелым погодным условиям. Обстрелы в Белгороде и Харькове. Разрушены важные объекты. Украина требует разрешения на удары дальнобольным оружием по территории России. А в спорте Австралия отмечает свой лучший день на Паралимпийских играх в Париже. Необычно суровая погода продолжает бушевать на юго-востоке Австралии. И жители нового Южного Уэлса предостерегают, что худшее еще впереди. 63-летняя женщина погибла, когда дерево упало на ее дом рядом с границей Виктории и нового Южного Уэлса. Еще один мужчина госпитализирован с травмами. В Тасмании объявлено чрезвычайное предупреждение о наводнениях для жителей вблизи реке Деруэнд. Ожидается, что уровень воды в ней поднимется выше критической отметки в 7,3 метра. Компания ОСНЕТ сообщает, что в понедельник утром 112 тысяч домов на юго-востоке остались без электричества. Также ожидаются серьезные задержки в системе общественного транспорта Виктории. Премьер-министр Виктории Джасинта Аллен призывает жителей оставаться внимательными и следить за предупреждениями в своем районе. Жители Виктории, особенно те, кто живет в зонах с большим количеством деревьев, пожалуйста, имейте план действий. Следите за обновлениями через приложение Вик Эмердженси. Если возможно, подумайте о переезде к родственникам или друзьям. Безопасность в такие экстремальные погодные условия имеют первостепенное значение. Федеральное правительство Австралии запускает инициативу по набору выпускников и стажеров для обслуживания будущего флота атомных подводных лодок Австралии. Эта инициатива направлена на создание необходимой рабочей силы для программы ОКОС и позволит нанять около 200 начинающих специалистов в течение следующих двух лет. Большинство из ожидаемых 200 новых рабочих мест будут находиться в Западной Австралии и охватывать такие сферы, как производство, обработка, инженерия, управление проектами, логистика и операции. Премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил ABC, что вакансии направлены на развитие рабочей силы для атомных подводных лодок. Мы создадим 200 рабочих мест для жителей Западной Австралии в рамках стажировок по обслуживанию атомных подводных лодок. Мы будем общаться с людьми на месте, посетим американскую подводную лодку и поговорим с рабочими, которые осваивают необходимые навыки. Эти рабочие места будут высокооплачиваемыми и ценными здесь, в Западной Австралии. По трехстороннему соглашению ОКОС США и Великобритании уже к 2027 году на западной базе Королевского Австралийского военно-морского флота могут разместиться до пяти атомных подводных лодок. Партия «Зеленых» будет продвигать создание национального управления по защите арендаторов в преддверии следующих федеральных выборов. Партия предложила создать орган, который будет расследовать нарушения условий аренды, аннулировать лицензии агентов и штрафовать недобросовестных арендодателей на сумму до 15 650 долларов, а агентство недвижимости до 78 250 долларов. Этот новый орган позволит федеральному правительству активнее координировать единые национальные законы аренды и будет иметь тысячи сотрудников, распределенных по всей стране. Правительство нового Южного Уэльса увеличит штрафы за повторные или серьезные нарушения ограничительных предписаний AVO в рамках предлагаемых законов о домашнем насилии. Отслеживание передвижений или коммуникации человека будет считаться преследованием, поскольку в определении включено новое понятие онлайн-отслеживания. По данным опроса Комиссии по преступности нового Южного Уэльса, каждый четвертый покупатель отслеживающих устройств имел историю домашнего насилия. Пример Крис Минц заявил, что новый Южный Уэльс отстает от других штатов в борьбе с домашним насилием. Печальная реальность такова, что по сравнению с Квинслендом и Викторией мы движемся в противоположном направлении в отношении чистоты и распространенности семейного и домашнего насилия. Мне бы хотелось сообщить, что в последних статистических данных мы видим снижение случаев, но, к сожалению, это не так. В Квинсленде на несколько дней останется закрытым крупное шоссе после взрыва, вызванного смертельной аварией. В пятницу водитель пикапа погиб в лобовом столкновении с грузовиком. Водитель грузовика также получил серьезные травмы. Грузовик, перевозивший 42,5 тонны аммиачной селитры, взорвался после аварии, образовав кратер и оставив радиус разрушений в 500 метров. Участок дороги между Джин-Джин и Калиопе закрыт с пятницы и, по предварительным прогнозам, останется недоступным для транспорта еще несколько дней. Около полумиллиона протестующих вышли на улицы в Израиле, выражая недовольство действиям правительства Бениамина Нетаньяху. Митингующие в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах требуют от премьер-министра Нетаньяху предпринять срочные меры для возвращения оставшихся заложников после того, как шесть заложников были найдены мертвыми в Газе. Как сообщает радио «Свобода», в Израиле на 2 сентября назначена всеобщая забастовка. Ее организатором выступает крупнейшая федерация профсоюзов. Участники требуют от властей небеданного освобождения заложников, которых с 7 октября прошлого года удерживает в Газе группировка «Хамас». Группировка «Хамас» признана в Австралии террористической ячейкой. Родственница одного из убитых в Газе заложников, Лиат Корин-Уюнгер, заявила, что необходимо принять решительные меры для привлечения виновных к ответственности. Необходимо сделать все возможное, чтобы достигнуть и подписать соглашение. Все должны вернуться домой. Те, кто жив, должны получить реабилитацию, а те, кто убит, достойны погребения. Пора прекратить страдания невинных с обеих сторон конфликта. Украина провела одну из крупнейших атак дронов на Россию с начала вторжения в 2022 году. В то же время российские силы продолжают продвижение ключевым районам на востоке Украины. Минобороны России утверждают, что в ночь на 1 сентября над 15 регионами страны были уничтожены и перехвачены 158 украинских дронов. Это рекордное число. В результате обстрелов в Белгороде и по веселке Майский к юго-западу от него пострадали 11 человек, в том числе двое детей. В Щебекино и соседних селах повреждены производственные объекты, промышленные предприятия, автомобили и частные домовладения. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. В то же время, как сообщает русская служба BBC со ссылкой на заявление главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в ночь на понедельник в областном центре вновь прозвучали взрывы. В воскресенье днем Харьков подвергся обстрелу баллистическими ракетами. В результате атаки разрушены дворец спорта и торговый центр. По меньшей мере 47 человек получили ранения. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, самому младшему из раненых детей – 3 месяца. Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о прекращении экстренных отключений электроэнергии. Ранее введенные в Киеве отключения электроэнергии также были введены в Киевской области, Днепропетровской и Донецкой областях. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров разрешить Украине возможность наносить удары по территории России дальнобольным оружием. Украинские представители обеспечили наших партнеров всей необходимой информацией и деталями. Я обращаюсь к США, Великобритании, Франции и Германии. Нам необходимы возможности для полноценной защиты Украины и украинцев. Нам нужны как разрешение на дальнобойные возможности, так и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Важнейшие решения, которые могут оказать значительное влияние на события, не должны откладываться. В Азербайджане завершилось голосование после досрочных выборов в парламент. Ожидается, что партия президента Ильхама Алиева «Новый Азербайджан» останется у власти. Генеральный директор Transparency International Australia Клен Симур сообщил СБС, что за последний год по ложным обвинениям были арестованы не менее 26 активистов. Это представители СМИ и гражданские активисты. Такие действия имеют серьезные последствия. Во-первых, это способствует подавлению и запугиванию людей, мешая им высказываться и оспаривать действия правительства. Имейте в виду, что это очень авторитарный режим. Семья находится у власти с 1993 года. Сначала Гейдар Алиев, а затем его сын Ильхам. На последних выборах политическая партия получила 92% голосов в якобы свободных и частных выборах. Это крайне авторитарный режим. Австралийская сборная переживает триумфальный день на Паралимпийских играх, взвоевав наибольшее количество медалей за все время участия. Австралийские гребцы Ники Арис и Джаред Альт Швахер принесли стране золотую медаль в соревнованиях по академической гребле. Эрик Хори добавил бронзу в копилку сборной в мужских одиночных заездах PR1 после того, как итальянский спортсмен Джакомо Перрини был дисквалифицирован за использование телефона на борту лодки. После успеха в гребле Мали Ловел заняла третье место в беге на 200 метрах среди женщин. А команда велогонщиков в составе Гордона Аллена Кори Боддингтона завоевала бронзу в командном спринте на велотреке. В плавании Роан Кроттерс завоевал серебро, а Том Галлахер занял третье место в мужском заплыве на 100 метров в вольном стиле. А теперь курс валют и прогноз погоды на понедельник, 2 сентября. Австралийский доллар торгуется на отметке в 68 американских центов и 61 евроцент, а также 61 рубль 99 копеек. В Перте ожидается солнечный день, 25 градусов. В Аделаиде ветер утихает, переменная облачность. В Мельбурне все так же ветрено, пройдут дожди. В Хобарте дожди постепенно прекратятся, но будет ветрено. В Канбере возможен кратковременный дождь, также ветрено. В Олангонге ветрено, но в основном солнечно. В Сиднее ветрено и солнечно. В Нью-Касселе схожие условия, ветрено и солнечно. В Брисбоне жаркий и солнечный день. В Кенсе преимущественно солнечно. В Дарвине ожидается жаркий и солнечный день. Это были все новости СБС к этому часу. С вами была Оксана Сичук. Берегите себя и своих близких. Спасибо большое, Оксана. У нас сейчас небольшая пауза, а после нее поговорим о том, как с сентября меняются пособия и пенсии в Австралии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.